Душоновские манёвры Это одна из самых знаковых эпох для Душоновского фестиваля, с которой он начинался 20 лет назад. Эпоха войны 1812 года. Наполеоника, война и мир, так называется эта программа. Здесь сегодня развернулся французский лагерь. И больше даже представлена не война, а именно мир, быт французской армии, французского лагеря. Весь день здесь на площадке бальные танцы, работает модный салон, сапожная мастерская. Можно познакомиться с кузнечным мастерством в полевой кузнице, увидеть, как работает импровизированная свечная фабрика, или как выглядела хирургическая палата времён наполеоновских войн. Площадка сделана таким образом, чтобы можно было посмотреть всё. От ранцев и ружей до кузни. От женских платьев до каких-то украшений женских. Можно прессовать, можно сделать свечки. Будет огромнейшее количество вещей. Для того, чтобы показать зрителю, какие вообще было разнообразия той эпохи. Здесь около 17 различных площадок, чтобы каждый нашёл себе, что ему хочется, что ему нравится. Вообще, хорошая идея сделать всё в один день в городе. Сделать всё. Чтобы улицы были заполнены туристами, чтобы были разные площадки. Потому что каждому нравится своё. Кому-то Наполеоника, кому-то Вторая мировая, кому-то Средневековье. И сделать всё в один день, в один праздник. Это хорошая идея. Думаю, что это правильная идея. Мы представляем французскую тяжёлую кавалерию. Пятый террасийский полк. Ну а здесь я чисто представляю, конечно, просто обувь, которая полагалась солдатам. Ну это солдатский ботинок, как вы видите, здесь проклёпан, так сказать, шипами, набойками, для того, чтобы просто-напросто дольше служил. То есть подошва, как вы видите, была кожная, не то, что сейчас у современного человека. Голландская обувь, такая саба называется. Это лагерная обувь, чисто так вот ходить, небольшие дистанции. Чем тогда военно-полевая хирургия, по крайней мере, у французов занималась? Был приказ верховного врача Доминиха Ларея, по которому любая рана, полученная на поле боя, рана конечности, должна была заканчиваться ампутацией в ближайшие часы. Связано это было с тем, что бороться тогда с инфекциями не умели. Нужно было за один раз провести круговой надрез вокруг конечности. Называлась это «Игра на скрипке». Французы были изобретательные на разные такие вот крылатые выражения. Следующим этапом было перепиливание костей. Пила для крупных костей и пила для мелких костей. Перед вами французская походная полковая кузня. Сделана полностью по оригинальным чертежам, присланным из Парижа. Она как минимум единственная в России, а может быть и в мире. То есть поменьше кузни есть, таких больших еще раньше в России, по крайней мере, не делали. Постарались максимально близко сделать к оригиналу. Вот мы свечку закручиваем. В центр положили фитиль, взяли вощину. Вощина, она используется для пчелок, чтобы они на них соты свои строили. Собственно, вот эта вот вощина – это то, чем человек обманывает пчел. Пчелка прилетает, видит шестиугольничек. Так, теперь самое сложное. Вот так вот ноготочком прямо закрываем, чтобы она не раскрылась. С днем Щелковского района! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова